Библиотека номер 7 поселка Максанского лесного порта предлагает вашему вниманию видеообзор «Русь красавица, мастерами славится». В июне отмечается День народных художественных промыслов. В этот день можно отправиться в музей и познакомиться с тем или иным народным промыслом, посетить мастер-класс, запланировать посещение фестиваля народных промыслов. А можно почитать увлекательную книгу о мастерах-умельцах. В сказах, легендах издавна воспевался труд мастеровых людей. Создавая для себя, для своей семьи предметы быта, игрушки, украшения, мастер вкладывал в изделие и смекалку, и умение, и любовь. Секреты мастерства умельцы по наследству передавали из поколения к поколению. Это и легло в начало развития народных промыслов. И в наше время интерес к народным промыслам не угасает. Предлагаем познакомиться с книгами о мастеровых людях. Сборник легенды о мастере Тычке, о талантливом, веселом и смекалистом оружейнике и других умельцах, которыми издавна славилась Тульская земля. В книге Ивана Панькина героев много. Здесь и глухой без полы мастер, сборщик и настройщик баянов, который прошел войну до конца и сумел донести до людей великий гимн, прославляющий солнце и землю. Здесь и мальчишка не совсем разумного возраста, сумевший выковать из железа такую ветку, что даже птицы приняли ее за настоящую. И похорошевшая в одночасье мастерица Лушечка. Много ли человеку надо, чтобы стать красивым, только чуточку доброты? А еще каждая история помогает понять, чтобы сотворить чудо, мало еще самому быть добрым, нужно еще чувствовать излучение доброты других людей. Тогда у человека появляется то великое чувство, с которым он может совершать самое невозможное. В сборнике рассказов «Радиопогодина. Земля имеет форму репы» есть интересная сказка «Маков цвет». Первоклассник Вовка Попугаев от скуки нарисовал в Новгородском музее на колонне чертика. Глупая шалость, но колонна оказалась волшебной, и после того, как Вовка ее испортил, из Новгорода ушла рукотворная красота. А с уходом красоты стали умирать старые мастера. И чтобы вернуть в Новгород красоту, Вовке и его двойнику Полувовке, которого волшебница Маков цвет сделала из намалеванного Вовкой чертика, пришлось пройти сквозь века и страны, испытав на себе, как создается красота и чего она стоит. Никого уже не удивить тем, что суп мы едим из тарелок, чай пьем из кружек. Есть у нас и блюдце, и чашечки, и соусницы. А как появилась эта посуда, и кто ее создал в России? Эта книга – рассказ о создателе русского фарфора Дмитрия Ивановича Виноградове. Создатели русского фарфора изумительного качества и основатели императорского фарфорового завода. Дмитрий Виноградов прожил короткую, но очень тяжелую и трагичную жизнь. Он сумел открыть секрет изготовления белого золота, которым владели только китайцы. И впервые в истории керамики составил научное описание фарфорового производства. Примечательно, что Дмитрий Виноградов учился в одном классе с Михайлой Ломоносовым. Но об этом гораздо интереснее прочитать в книге. Сто крылец, сто колец, сто коней, сто вестей – так начинаются сказки. Спросим у первого скакуна – откуда ты примчался? О чем твоя весть? Я из лесов дремучих. Моя весть о хохломе огненной, о той, что краше золото. Спросим теперь у белого, что искры мечет из глаз и нетерпеливо грызет у дела. Издалека прибежал? На травяных берегах вятки реки меня пасли. Там, где поют, разливаются глиняные свистульки. «Откуда ты?» – третьего спросил я, красавца коня. «Из города-городца, что на Волге реке». Так начинается книга Евгения Осетрова «Краса ненаглядная». Евгений Осетров рассказывает об огромном разнообразии русских народных художественных промыслов, которые существовали, да и сейчас продолжают существовать. В разных регионах нашей страны шкатулки из палеха, хохломская роспись, богородские и дымковские игрушки, великолепные ювелирные украшения из села Красное на Волге и многое другое, об этом и поведает книга. Залог нашего будущего – это наша земля, сохранение культуры, ремесел. Об этом рассказы Анатолия Ехалова в книге «Забытые ремесла русского севера». Интересно, увлекательно автор рассказывает о каждом ремесле, который считает забытыми и даже утраченными. В гостях у дедушки Маркела главные герои книги «Современные мальчишки» открывают для себя удивительный мир забытых ремесел. Общение с дедом оказалось незабываемым и увлекательным, ценным и полезным. Читая эту книгу, и дети, и взрослые узнают много интересного, удивительного из крестьянской трудовой жизни. Надеемся, что подборка книг о мастерах-умильцах станет для многих интересной и познавательной. Желаем приятного чтения! Субтитры создавал DimaTorzok